Я неоднократно заявлял, существует пакт Ленина-Ататюрка от 16 марта 1921 года, где они закрепили положение, в соответствии с которой Армения была разделена между Азербайджаном, Турцией и Россией. Что должно быть в договоре о мире между Турцией и Арменией? Никол Пашинян несколько раз заявлял. Для чего он хочет изменить Конституцию? Чтобы признать границы. А для него это границы Армянской ССР. То есть первое требование турков, все, что мы захватили, это наше. Пашинян это признает. Все, что вы захватили, остается за вами. Был совершен геноцид? Вы утверждаете, что был геноцид, я говорю, что не было. Когда вы утверждаете, что геноцид был, это служит основой ваших территориальных претензий, требований к Турции, вашей исторической памяти. Вы должны забыть это. Таким образом, вторым пунктом Никол Пашинян забудет о геноциде. Или сначала он предаст забвению геноцид, потом признает границы Турции. А теперь Анкара говорит, если спокойно взять Зангизур, пока наш Никол там у власти. Эрдоган говорит, пока Пашинян там, пока мы привели его туда, давайте и Зангизур спокойно заберем. Третьим пунктом будет вопрос коридора. Следовательно, договор о мире даст это. Я понимаю тех, кто является сторонниками этого. Отдать Зангизур, забыть геноцид и признать границы Турции. Но я им говорю, вы идиоты. Вы ничего не понимаете в развитии и ходе жизни государства. Вы не видите дальше своего носа. Вы не понимаете, что факт геноцида и его нахождение на арене мировой политики сдерживает Турцию от прямых нападений на Армению. Иными словами, какую-то часть безопасности Армении обеспечивает наличие факта геноцида. Если ты отказываешься и от тех границ, которые существуют, и говоришь, что у нас и этого не было, то, как ты тогда отдал тебе территории, в следующий раз ты можешь отдать уже эту территорию. То есть, все это является единственной основой существования Армении. Если ты уничтожаешь основы мирного существования Армении, ты уничтожаешь вообще основы существования Армении. Значит, он заключит этот договор о мире и преподнесет это так, что огромная масса зомби скажет «Спасибо, молодец». И они не поймут, что единственный путь — это прийти и объединиться, помешать всему этому. Для того, чтобы помешать всему этому, я опять должен вспомнить с маленькой буквы Татула Копяна. Я его называю «половина пяди». Он называет нас сторонниками не пяди, а я говорю, что он не является и пядью. Он — половина пяди. Вот они не понимают, что идея не пяди земли была необходима для существования Арцахцев Армении. Теперь Арцах исчезнет. Если так продолжится, я гарантирую, Арцах ждет судьба Крыма, где наличие армян будет уже не так важно. Там могут жить и азербайджанцы, но на подконтрольной России территории, на какой-то экс-территориальной части. Стало быть, таким же образом я говорил и о других пунктах. После ликвидации основ, эти в прямом смысле становятся архитекторами уничтожения армянского государства и армянской нации. Все они своим недалеким умом. У них нет математического мышления, чтобы начать отсюда, продолжить и видеть до конца, и видеть, что произойдет в конце. Они видят вот столько. В этой части они чувствуют себя хорошо, столько и делают. Ничего, что этим они закладывают основу гибели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.